Пожалуйста, пожаловать на мой канал, и нам есть что обсудить сегодня. Новый скандал в шоу-бизнесе. На этот раз героиней скандала стала Лера Кудрявцева, которая включила обиженку и обиделась на Армана Давлетярова. Кто не в курсе скандала, вкратце. Существует такая музыкальная премия Муз-ТВ, которая идет уже более 20 лет. Когда премия начиналась, это было что-то новое. Канал только появился, свежее дыхание, вручение премий, этих тарелок с яблоками, артисты. Огромное, веселое, интересное, красивое, прежде всего, шоу. Лера Кудрявцева в течение всех этих 20 лет была, так сказать, несменной ведущей. В течение этого времени мы все видели, как она меняет свои образы, как она ведет. И это было действительно для своего времени, для того времени, для начала 2000-х. Это было здорово, это было интересно. Она действительно классно вела эту премию. И вот пришел 2020 год, и Арман Давлетяров посидел и покумекал, и решил, а почему так происходит? Надоело? Давайте что-то новенькое. Сколько можно Кудрявцева уже показывать? С ее сменными платьями, там, нарядами, одно и то же, одно и то же. И решил добавить перчинки и поставить вести теперь Ольгу Бузову совместно с Ксенией Собчак. Ну, собственно говоря, с этого весь скандал и начался. Лера Кудрявцева включила обиженку, начала выставлять в свой инстаграм непонятные, так сказать, аллюзии. Ну, погоди, лезет серый волк, зайчик подрезает ему веревочку, а волк не падает. Что, что она этим хотела сказать, что она серый волк, и ей ничто не помеха? 20 лет, 20 лет человек ввел премию. 20 лет человек получал огромные гонорары. Подчеркиваю, там суммы какие-то астрономические. Гонорар Ксении Собчак. Ее гонорар. Это миллионы и миллионы. И что мы видим? И теперь она предъявляет к нему претензии. Вы вдумайтесь, что он ей индивидуально заранее не позвонил и не сказал. Лера, извини, пожалуйста, теперь будет вести Ольга Бузова. Как вы себе это представляете? Арман Давлетяров, генеральный директор музыкального канала Муз-ТВ, музыкальной премии, у которого миллион пятьсот, во-первых, дел и миллион пятьсот ведущих, которые стоят в очереди к нему, чтобы вести хоть что-то. 20 лет человек кормил Леру Кудрявцеву, 20 лет она была, так сказать, лицом этой премии, ей оказывается это мало. Она хочет 50 лет вести эту премию всегда, пожизненно. Я допускаю, как говорится чисто по-человечески, человек, возможно, может рассчитывать, то, что за такой долгий период времени общения и профессионального сотрудничества ты, наверное, может быть, заслуживаешь какого-то, так сказать, индивидуального к себе обращения. На что, собственно говоря, Лера и гнет, что она заслуживала того, чтобы Арман позвонил ей заранее и индивидуально ее поставил в известность. Свою обиду она объясняет тем, что она узнала об этом из СМИ. Интервью StarHit. С одной стороны, Арман Давлетяров дал объяснение. В StarHit Лера говорит о том, что Арман ей звонил после этого, но она решила включить звезду и не брать трубку и назвала его предателем, что с предателями она общаться не собирается. Взрослая женщина Лере уже достаточно много лет. Взрослый, серьезный человек, который тебе звонит, который весь в делах, и ты не берешь трубку, потому что ты там что-то себе нафантазировала. Во-первых, Лере мог вообще он не звонить, что называется, вычеркнуть и забыть. Но человек все-таки снял трубку, возможно, подумав, что надо уважить, так сказать, девушку, набрать и пообщаться с ней. А она решила просто не брать трубку. Вот так вот просто плюнула и все, и улетела в Дубае. Прежде всего, я считаю, что Лера немножечко перепутала дружеские отношения и профессиональные. Никогда, ни при каких условиях не надо путать эти два понятия. Все-таки музыкальная премия, и когда ты ее ведешь, ты за это получаешь деньги. И немаленькие деньги, это немаленькие гонорары. 20 лет я скажу еще раз, что Лера получала огромные деньги. Она, в принципе, стала известной широким массам благодаря МУЗ-ТВ. И ничего, кроме благодарности со стороны Леры в адрес Армана, она просто не имеет права испытывать. Да, когда ты общаешься такой долгий срок с человеком, конечно, у вас происходят и совместные посиделки, и совместные праздники, и совместный отдых. Но не надо путать и забывать о том, что все-таки это твой, прежде всего, начальник. И когда каждый из нас, согласитесь, когда вы собираетесь на корпоративе, на работе, это совершенно может быть другая история. Вы со своим начальством, может быть, сидите вместе, выпиваете, едите, травите анекдоты. Но когда вы находитесь на работе, у вас все-таки включаются, так сказать, уже профессиональные, профессиональные дела. И вы уже подобным образом, по-небратски себя не ведете. И это глупо ожидать, что в работе ваш начальник будет проявлять дружеское отношение и как-то особо вас вот выделять. Любому начальнику, прежде всего, тем более, если это касается сферы шоу-бизнеса, ему важно, как будет продаваться этот продукт. Как это смотрится за 20 лет. Ну, честно, Лера уже надоела. Но сейчас я лично понимаю, что Бузова действительно это будет что-то новое, это будет что-то интересное. И, в конце концов, фейс надо менять. Дорогу, как говорится, молодым. Оля, я хочу напомнить, кстати, напророчила пару лет назад. Она была когда на этой премии. Она говорила, что она еще будет вести ее. И вот видите, как получилось, как напророчила. С евровидением, конечно, она прокатилась. Но теперь у нее в кармашке Муз-ТВ. Лере обижаться, ну, просто грех. Это просто грех обижаться на Муз-ТВ. Портить отношения с Арманом Давлетяровым. Сведя это все к тому, что ты считала, что это твой друг. Да мало ли, что считала Лера. Арман – это определенная фигура, это определенный вес в шоу-бизнесе. Это совершенно другая история. И ты просто телеведущий. Да, ты звезда. Ты опытный телеведущий. У тебя есть опыт. Ты можешь провести все, что угодно. Но хозяин посчитал совершенно иначе. Хозяин канала, хозяин премии посидел по кумекалу и решил, что на данный момент премию должна вести Ольга Бузова совместно с Ксенией Собчак. Честно, Лера уже просто не формат. Положа руку, вот так говорится, на сердце. Лера абсолютно не формат уже для музыкальной премии. Все, что она делает, она ведет еще передачу, кто не в курсе, «Секрет на миллион» на НТВ, которая меня лично уже просто раздражает. Просто задолбала. Гостей, которые в студии на «Секрете на миллионы», Лера уже с ними себя ведет. Вот она сидит, как подружка на кухне. Она совместно начинает лить слезы. Она ведет себя абсолютно по-простецки. В своих последних интервью она стала говорить о том, что она ведет интервью как-то особенно, ей не нужен хайп. Но если вспомнить интервью, которое она брала у бывшего мужа Аллы Пугачевой, и какие вопросы она задавала ему, типа, знаете, «А какая Алла Борисовна в постели?» и при этом «Хи-хи-хи». Лера, ну это как-то вообще, извините, лезть в трусы к Примадонне, но как-то это даже не желтушно, а это уже просто даже некрасиво было смотреть. И неловко эту передачу. Передача «Звезды» сошлись на НТВ, которую также проводит Лера с Аскаром Кучерой. Все эти скандалы, вся эта желтизна, которая стала происходить с ней, что случилось, когда была в студии дочь Любови Успенской, у меня на этот счет есть видео, посмотрите, ссылка будет в описании. Какую устроили там непонятную вообще вот эту тусовку, что там происходило. Любовь была просто в ужасе. И пошло, покатилось вот это вот поведение, теперь эти обиды, нужно особое отношение ко мне заранее предупредить. Ну, это все уже абсолютно, вот мне лично, неприятно, не нравится и производит какое-то впечатление взбесившейся звезды. Что мне кажется, Лере все-таки стоит подумать о том, чтобы, может быть, заняться кулинарным шоу, начать что-то готовить. Ведь она прекрасная мать, великолепная, так сказать, у нее семья. И что-то готовить, может быть, открыть YouTube-канал, варить, парить, жарить. Ну, потому что уже смотреть секрет на миллион, как Лера сидит и как подружка на кухне начинает со всеми общаться. Все эти подставы в звезды сошлись. Уже честно, не интересно, абсолютно. Одежда Бабкина раскрыла свой секрет на миллион Кудрявцевой на канале НТВ. Секрет Бабкины заключается в том, что 40 лет назад ее супруг, когда она была беременной, у нее на глазах изменил ей с ее подружкой. Не представляете, это все было со слезами на глазах? Да, это, наверное, больно. Да, это неприятно. Ну, что за херня происходит, когда я это смотрел? Сидит взрослая, взрослая женщина. Извиняюсь, про возраст говорить некрасиво, но в солидном уже возрасте. Народница, у нее свой театр. И она сидит и в натуре вспоминает, что 40 лет назад ее муж изменил ей с ее подружкой. Да, я допускаю, что это больно, не надо меня в этом упрекать. Но какого хрена после этого она с ним еще жила? В чем секрет на миллион? Да, она была беременная, это кошмар и ужас. Но такие ситуации происходят сплошь и рядом. Какой секрет на миллион? Но дело даже не в этом. Прошло 40 лет, ты взрослая женщина, народница. Сидишь, вспоминаешь такую херню. Я извиняюсь, но здесь не помнишь, так сказать, что было два года назад. Я не могу даже вспомнить, из-за чего там кто с кем ругался изменял, кому или не изменял. Потому что мне уже все равно, время стирает, остаются лишь, так сказать, приятные воспоминания. И сидеть думать, кто кого там когда-то и чем-то обидел. 40 лет прошло, сидит человек, взрослая женщина, заслуженная артистка, поднимает такую ерунду. И все это происходило на глазах ее супруга. Нет, сори, не супруга. Она сказала, что они не женаты. Любовника, сожителя, не знаю, как все-таки правильнее назвать. Ну, получается, любовника или гражданского мужа. И все это при нем, все это муссолини, что он ей, супруг, изменил. В общем, это какой-то ад. Евгений Горг, кто не в курсе, тоже какое-то время думал, что он певец. И действительно, когда у Надежды Георгиевны завязался с ним роман, они записали, даже, по-моему, было пару клипов, пару песен. И на сцене что-то исполнили. Но, слава богу, этот кошмар прекратился. Я думаю, Надежда Георгиевна ему подсказала, что все-таки лучше тебе, наверное, Женя не петь, а заниматься чем-то другим. И вот они сидят в студии и начинают вспоминать, вываливать свой роман, как это все происходило. Евгений Горг, которого вообще никто не знал до того, как Надежда Георгиевна его, так сказать, ввела в шоу-бизнес. Сидят и рассказывают, что вот, у нас все по любви, у нас все независимо. Я жил отдельно, я ни копейки не брал. В общем, что не было никакого мезальянса. Нет! Мезальянс, естественно, был, когда Бабкина рассказывает, что она подъезжает к метро на Мерседесе. Евгений Горг стоит на тротуаре с пакетиком из Макдональдса. И она его катала-катала по Москве и вот так вот укатала, что до сих пор они продолжают кататься. Но, боже мой, что я хочу сказать, насколько Надежды Бабкиной не идет. Вот не идет, я не знаю почему. Не идет ей этот парень, не идет ей этот мужчина. Она смотрится нелепо с человеком, который младше ее. Абсолютно нелепо. Я не знаю, с чем это связано, но я с ней готов видеть кого-то посолиднее. Ее ровесника, совершенно другого склада, мужчину взрослого. Когда я вижу эту пару, ничего кроме смеха у меня это не вызывает. Самое интересное, что когда показывают Аллу Пугачеву с Максимом Галкиным, вот насколько все-таки Али это идет. Насколько не происходит какого-то внешнего мезальянса. Это связано, как я считаю, все-таки с манерой разговора, с характером, с образом, с имиджем женщины. Алла вот именно тот человек, который органично абсолютно смотрится с тем, что ее супруга младшая. Она органично смотрится, что у нее есть детки. И все это не вызывает абсолютно смеха. Но почему Бабкин просто куром на смех. И более того, сидеть и наблюдать, когда ее гражданский муж сидит и говорит, что он ничего не получил, никакой известности, никакой популярности, благодаря Надежде Георгиевне. Но вот это вот вранье уже сидеть, слушать абсолютно неинтересно. Для чего? Когда можно просто сказать, да, Бабкина дала мне старт. Да, у нас отношения, да, у нас любовь. И она мне много в чем помогла. Для чего вот это вот включать, что я всего добился сам. Абсолютно не серьезно и просто куром на смех. Вот такие сегодня истории. Напишите ваше мнение. Мне очень интересно. Давайте обсудим ваш взгляд, что вы думаете. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на мой канал. Нам всегда есть что обсудить. До следующего видео. Пока.